ох сегодня у нас среда всем доброго на канале зенблог меня зовут андрей напоминают влоги из германии извините если опухший я вчера лег не сильно поздно но часа три часа часа три ночи еще заговорить только что встал здесь мячу кашу готовить срочно нос еще сопит боже мой короче прилетели какие-то где две птицы я не знаю они то ли на гуслих играли то ли на паяни пианино с собой припёрли где-то рояль установили это было жесть я таких звуков от птиц не слышал никогда я просто вот с трех ночи где-то только в 5 уже там туда-сюда не и дизайн концерт закончился улетели и тогда это начало спать вот я уже встал школу собрать а что у нас сегодня сегодня надо пройти техосмотр я забыл про свой техосмотр что у меня закончилось в этом месяце уже надо мне как бы сказали я проходил сервис на опеле большой гарантийный делал и мне сказать у вас закончится техосмотр игре что за это будет ничего страшного у вас там месяц еще там лица на два вы можете ездить без проблем но я лучше нет записался получил термин сегодня вот сейчас детей в школу правлю поеду вчера вчера сам интерес пришел на работу я хожу с 8 до часа в часов 10 мне звонят со школы здравствуйте прийти заберите марка он ударил ребенка по лицу у я прихожу сидит марк расстроенный учительницы говорит были в столовой и он мальчика три раза ударил по щечину мутал по лицу игры маршу случилось расскажи он там у них есть мальчик который постоянно плачет и обзывается мы сидели кушали он начали обзывать его один раз ударил он типа не понял сказал что слабо бьешь и начал обзываться дальше еще раз два раза ударил у спать за лицо упал начал плакать и в чем прикол тут в школе в германии с детства приучают что ты должен стучать и рассказывать ну как бы с одной стороны это и правильно и с другой стороны это закон закон германии это тоже нормально поэтому надо его соблюдать если что-то случилось на детей рассказывают учительницы и вот мы я марку объяснил что маркер и так делать во-первых бить детей ни в коем случае нельзя мы должны уметь решать конфликты разговорами они уровне силы как животное это делаю правильно поэтому гремит это не в коем случае нельзя вчера он был без телевизора с ним поговорил и учительница тоже много долго объясняла расстроился что грид я его как бы ударил за то что он меня дальше продолжил обзывать и плакал специально марк не так не делайте конечно давно все по-другому было извините все проснулся не могу в будильник все хорошо я уже проснулся так что да тут так ты сильно стучишь в море бывало часто вот папа меня сегодня побили для почему-то не рассказал учительницы а я вот завтра ему там сдачи там за это грима так нельзя если завтра дашь сдачи он расскажет про тебя у нас будут проблемы меня вызвать школу 30 огур нет у тебя что-то случилось иди рассказ учительница уже извините но вот так вот ребенка с детства и причем ладно все быстренько кашу уже готова будут кроме детей не надо уезжать сразу же на техосмотр но боец сидит уже кашу доедает так марк все понял ты по лицу никого не бить что права медик рассказывать все давай быстрее чистить зубки так все я тоже зубы почистил умылся уже получится чувствую она сегодня ночью дождь слил что удивительно вообще странно как-то очень было оденешь да твой только димойся быстренько бегом сушилка что удивительно закинул сушилку где и то ли рано не то программу то ли что и короче очень важно было но все классно высохло уже с покупки сушилки настолько же драка там у них настолько проще стало жить что просто счастье так ладно дети давайте папе уезжать уже скоро кстати сейчас вам покажу как на германии обозначается на машине этих осмотр только на заднем номере он клеится вот 23 год и сверху 6 месяц вот смотрится вот так вот на 12 часов по центру год и 6 месяц у меня все больше нигде ничего не документ есть конечно прохождение техосмотра отдельно он собой не нужен ганну шильдик на номере вот так вот полиция когда затем пристраиваться и тут никто не останавливает для того чтобы проверить их осмотр на просто если там катается сзади пристроилась не специальные приборы они сканировали и все типа есть их осмотр все окей нет остановиться за вопрос почему может и забыли так ладно все давайте двигаемся время мало осталось давно меня google не пускал по таким вот дорогам интересным я все время там езжу у нас вдоль гор а тут просто меня словению напоминает так интересно хвоя с лиственной все вместе в перемешку но прикольно тяжело конечно ехать потому что все время такой ну не сказать что-то серпантин конечно потому что такие подъем это небольшие спуски но зато красиво очень красиво встречные машины шугаются все техосмотр пройден 155 евро это обошлось на два года мне дали до мая 2025 года смотрел со стороны как все это происходит и вот приезжаешь ключи отдал человек сам садится тормоза выхлопные поднимают там что-то шатают шевелят короче у меня все по нормам вообще прошло никаких нету дополнений так как допустим я когда покупал эту машину не тоже был против осмотр там было написано через такое количество времени тормоза поменять тормозные диски вот сделано много по моему было сделано сейчас все в идеале все классно без каких-либо проблем по времени это занимает минут наверное 30 примерно так не обратил внимание стоял там пока болтал плюс классно префор русскоязычный попался я так разболтался что вот так вот что это проспрашивал много чего интересного узнал тоже так что что у нас сегодня среда 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 середа завтра в германии выходной поэтому сегодня дождусь олюз работы дети наверное сходят на бокс и кстати сонка тоже пошла на бокс попросилась пока вот у нее было две тренировки первые тоже нас заинтересовалась во первых это физподготовка для меня это плюс важно для дочки также бокс это дисциплина она очень боялась что папа я там читала что болезнь паркинсона что там людей сбивает грисон и пока ты стадишь в спарринг еще про то очень много времени так что пока две тренировки очень довольна выкладывается реально что марку на еще как ребенок не совсем осознает он поможет и отлечься сонка я смотрю класс поэтому дальше на родители вдвоем сходят на бокс и потом поедем на инков так как завтра уже выходной день а в пятницу я уезжаю на свадьбу может вас с собой поговорю с напарником с коллегой поговорю там как пара на это отреагирует может получится записать влог на свадьбе как еду я как фотограф меня будет тренировать человек ну как немножко фотография разбираюсь но все равно именно свадебная фотография до этого было очень давно сейчас поеду все с профессионалом который мне будет подсказывать где как что лучше позы на по камере по настройке уж у нас одинаковые камеры сонки марки 4 чё как лучше где так что вот такой вот план у нас на день и для видео тоже так что ладно пока что домой мне еще надо съездить в херфорд сделать перевод оплатить логопеда и сонки на английский язык увидимся с вами чуть-чуть позже не взлетает полет должен залетать площадке детский а он уже улетел сейчас собственно расскажу откуда почему я вам показывал вертолет у нас эти кролик он сидит прямо на парковке еду значит техосмотра уже подъезжаю домой все паркуюсь и слышу вертолет где-то низко прямо что очень низко кружится в лазу в лажу из машины смотрю и понимаю что вертолет садится на стадион в нашей школе у меня школа тут через два дома я думаю так что-то наверное случилось в школе просто так туда садить не будут правильно правильно я сразу машину паркую туда прихожу думаю мало ли что смотрю детей там истерика паника класс вертолет сел от школы справа спортплощадка большая стадион и никого не пускают там уже копы все отцепили в школе тоже закрыли выходы на другую сторону короче никто ничего не знает думаю слава богу дети свободы учителя гречетом у вас что-то случилось нет просто к нам сел вертолет попросили всех удалить от окна чтобы никто ничего не видел но вертолёт садится в тех случаях когда что-то очень тяжелое произошло минут он 20-30 может даже больше стоял и потом улетел ну вот не знаю в сторону билифельда или куда даже не могу сказать ну коли по ходу ничего не прилетала вот так что все еду забирать уже олю потом на санков должен был быть на оле оказывается сегодня вождение 17 30 как раз в то время когда когда надо сделать санков не знаю все разбивается деле полностью детей не успела завести на бокс потому что мы поехали в херфорд съездили перевели деньги за обучение как я говорил на херфорда ехать там 15-20 минутного время час пика в час пик так как сегодня у нас короткий день в германии гера германии всегда короткий день немцы вождение это конечно ужасно вещь всегда очень неудобно ездить когда короткий день это пятница и любой день перед выходным что вот какое у нас чудо висит перед гимназией радужный флаг сейчас везде повсюду что сделать я или против как бы пускай висят говорится главное чтобы они не кусались а так ничего страшного надо все я доволю заберу и посмотрим как мы что санков мы будем делать сегодня все-таки перенесем на субботу потому что не успеваем вообще никак напишите как у вас проходит день кстати давно не слышу не вижу комментарии что такое почему так происходит люди добрые что не интересно мне это интересно что как у вас что давайте не забывайте так но у нас сегодня что четверг я уже подготовил сумку завтрашней съемки все собрал но пока что у нас у меня напоминают германии интересный закон что грелись можно только четыре раза в месяц но не два дня подряд если нет если нарушаешь это правило 250 тысяч евро штраф или шесть месяцев тюрьмы если у тебя нету на это денег как бы так красота тепло сми сейчас мы погрелим покушаем тебе пораньше спать что-то 35 утра выезжаю надо 8 быть уже в гамбурге ну начнется съемка свадьбы так что на этом наверно это видео буду заканчивать какой коротенький влог получился тоже чаще короче но чаще короче вот так всем спасибо за просмотр не за вами про лайки комментарии пишем комментируем ну когда пишем тогда комментируем да и до следующих видео всем пока